Привет, дорогие друзья! Кто еще дома? Давайте выходите. Наконец-то нормальная погодка и можно пожарить какой-нибудь шашлык. И, конечно, желаю вас в дачу поехать. Можно заняться спортом. Сосиста. Я тоже небольшая прогулочка. Я вам решил походу рассказать о встрече глав депутатских фракций с новоизбранным президентом. Хотя, конечно, сказать, что это условно была встреча глав депутатских фракций, по одной простой причине, что, к примеру, Герасимов от БПП и Максим Бурбак от Народного фронта на этой встрече не присутствовали. Также Гройсман и Порошенко не участвовали в консультациях. То есть, ну, они просто это все дело проигнорировали. Тем не менее, такая встреча состоялась. Там присутствовал Андлей Полубий, спикер, первый вице-спикер Ирина Герасенко и вице-спикер Оксана Сераид. Герасенко, это, если вы помните, Ирина, которая, ну, там, любит выбегать на колени, падать, да, на сцене, тогда, когда были дебаты. Ну, а Сераид, это именно одна из авторов законопроекта, где ограничиваются определенным образом полномочия новоизбранного президента. С тем законопроектом не все пока понятно. Скорее всего, они его не примут. Но, тем не менее, было вот так вот. От БПП на этой встрече был Александр Черненко. От Народного фронта первый заместитель главы фракции Андрей Тетюрук и депутат Антон Герасенко. Уже идут разговоры о том, что якобы помощник Ираченко будет по правоохранительной деятельности сотрудничать с Зеленским. Посмотрим, насколько это действительно отвечает правде. От самопомощи был Олег Березюк, от оппозиционного блока Вадим Новинский, от партии Ведроджиня Виктор Бондарь и от фракции Батьевщина Иван Крулько. Они там говорили о внутренней политике, о внешней политике. И самый же вытрепещущий вопрос был дата инаугурации. Потому что мы понимаем, что дата инаугурации напрямую зависит от того, может распустить Зеленский парламент или не может распустить. Зеленский предложил дату 19 мая. Депутаты, естественно, они не хотят эту дату утверждать, утвердить, и не нужно ее именно 14. И именно 14 числа в связи с этим предполагаются какие-то провокации под Верховный Рад. Посмотрим, там мы тоже будем. Нельзя не отметить выражение лица Зеленского во время разговора. То есть, я думаю, тут все, оно говорит само за себя и достаточно красноречивое. Ну, с одной стороны, с другой стороны, может быть, он просто пытался понять, что говорит Порубий. Потому что понять это крайне и крайне сложно. В фейсбуке Зеленский написал, что вважаю, что инаугурация мает відбуться 19 травма. С травня, самая на сей даті, я наполягав и на сьогоднішній зустрічі с головами правоохранительских фракций. Именно про 19 травня писал у листі голови Верховной Ради Андрій Порью и сподіваюсь, что народные депутаты поддерживают наши пропозиции на своем заседании 14 травня. Адже нам нужно работать, в частности, с парламентом. Вызначеність край важлива і для народу України, і для іноземних гостей, які вже висловили бажання прибутти на урочітості і для мене особисто. Офіційне письмо к Порубію прилагається тоже в фейсбуке Владимира Зеленского. Також Зеленского спрашивали, буде ли он распускати Верховну Раду. На що він ответив, ребята, полномочий у мене нет. Будуть полномочия, тогда я вам как бы и скажу. Ну, понятное дело, что свиньи как можно дольше хотят продержаться у корыта, поэтому они будут оттягивать дату інаугурації как можно дольше. По той простой причине, что если они ее оттянут до 27 мая, то ясно уже будет, что Зеленский їх распустить просто не сможет, потому что ему нужно полгода до следующих выборов парламента, а эти полгода істекают 27 мая. Поэтому Зеленский настаивает на 19 числе, ну а они, естественно, 14 числа попытаются все это завалить. Тем не менее, мы поприсутствуем и 9 мая на марше бессмертного полка от Арсенальной до Паркославы, ну и 14 числа, конечно же, мы с вами поприсутствуем под Верховной Радой, а возможно даже и Верховной Раде. Вот, дорогие друзья, дома нечего сидеть, надо выходить, надо заниматься спортом, в крайнем случае отдыхать душой и телом. Пока!